И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас очередной игровой видеоролик, под предыдущим видеороликом я не нашел интересных нагибаторских вооружений, которые я бы мог бы показать их сегодня, поэтому выбрал сам для себя интересное вооружение, это Хорнета Гром, давно у нас не было громады и вообще в целом эта пушка в матчмейкинге сейчас у нас довольно таки редко используется, поэтому посмотрим на что сейчас способен Гром, насколько его понерфили, расскажу немножечко такую информацию, что вообще я знаю на данный период времени от данной пушки, ну а вы обязательно, очень сильная просьба и серьезная просьба для вас, друзья, ставьте в комментариях вооружение, на которое вы прям вот железно хотите посмотреть, и вы его еще не видели в предыдущих видеороликах, которые связаны с игровыми видосами, если не сложно, друзья, обязательно вот прям сейчас остановите видос, поставьте на паузу, напишите вооружение, ну а мы погнали уже в каточку пикотажа, что касаемо режимов, я думаю, что сегодня будет у нас контроль точек, будет захват флага, начнем с захвата флага, что касаемо данных двух режимов, ну они оптимальные, наверное, для Хорька, его очень легко использовать в таких нагибаторских режимах, и по сути можно даже на том же Хори Громе попытаться и поувозить, и поатачить, и как-то в средней зоне можно спокойнейшим образом поиграть, что касаемо контроля точек, то там тоже все довольно таки неплохо происходит на данном интересном вооружении, что касаемо резистов, я взял дефолт, рельс с магнум и гаусс, сразу едем в атаку, быстрый рез, карта будущее, ну и что касаемо устройства, если я еще не сказал, не помню, я сказал, не сказал, устройство у нас на Гром, конечно же, кувалда, это, ну как по мне, наверное, дефолтное устройство, которое я считаю, что больше всего и лучше подходит для данной пушки. Так, катка начинается не очень хорошо, если честно, меня уже начинают фокусить, я успел флаг вниз здесь скинуть, но похоже все плохо, что касаемо резистов от Грома, целых 5 резов от Грома прямо сейчас у противника имеется. Да ну его нафиг, а почему так много? Просто объясните мне, почему так много резистов от Грома? Я вот не видел, чтобы в последнее время в боях было много Громов. И когда я захожу и вижу 5 резов, у меня вопросики, вопросики, вопросики появляются, зачем вам столько резистов? Ну ладно, мы играем на харьке, поэтому по сути эти резисты ничего особо такого жесткого нам сделать не смогут, прожмем овердрайвик, ну а там уже начнем нагибать, наваливать как можно больше урона по противнику, ну и я буду надеяться, что наша команда здесь сейчас соберется, потому что мы уже 0-1 сливаем и главное, чтобы эта катка не была какой-то турбо сливной, иначе будет все очень-очень даже плохо, но наверное давайте я возьму все-таки резист от Грома, мне там против один Громчик прям жестко подбешивает, резист от рельса давайте я думаю сниму, от арты там вроде арта была, ну и плюс сейчас уже у меня вроде как овер имеется, главное сейчас напопадать и намазать, и будет все шикарно в этом плане, давайте попробуем покидаем по противнику, ну и потом поедем уже, вернем флажочек. Что касаемо Грома, моего мнения вообще о данной пушке, то оно наверное больше негативное, я не считаю, что Гром сейчас находится в балансе, и то что на нем приятно и комфортно играть, если сравнивать Гаусс и Гром, то я все-таки остановился бы на Гауссе, и при всем этом раскладе я могу также сказать то, что по сути, по сути, по сути, Гром еще и с таким большим количеством резистов, я не знаю для чего здесь столько резов, и проверим еще, сыграем сегодня пару каток, посмотрим вообще будет еще резов в таком большом количестве от Грома, но если в таком большом количестве резисты сейчас имеются в катках от Грома, то вообще я не вижу смысла использовать данную пушку в матчмейкинге, она и так уже обречена, по сути, за счет своего баланса, за счет вот этого долгого полета ракетки, не ракетки, а снаряда, ну, блин, я не знаю, насколько целесообразно его использовать, надеюсь, что получится у нас здесь выиграть эту катку, там наши тиммейты даже возвращали флаг, опа, сейчас еще один возвратик будет, так, давайте овер прожмем, будет ли возврат? Не знаю, будет, не будет, блин, что за тиммейтом? Ген, у меня сейчас сгорит, боже, что они делают? Это просто ужас, просто тихий ужас, боже, что ты делаешь? Что он делает? Один меня толкает, другой стоит АПК, что это за игроки? Объясните мне, пожалуйста, просто объясните мне, пожалуйста, что это за игроки в матчмейкинге, и как с такими можно выигрывать катки? Тоже по этому поводу можете написать в комментариях. Расскажите мне, пожалуйста, как с такими тиммейтами можно выигрывать бои? Я постараюсь по вашим советам потом поиграть, но это просто ужас какой-то, просто взял меня, заблочил. Я в шоке, я в шоке, 0-1 сливаем, вроде как сейчас наш тиммейт там везет, хантеровод нагибаторский, тут еще на подборе играют, все с резистами, ужас, просто ужас. Ой-ой-ой-ой-ой, друг ты мой. Ясно. От себя. Надамажил, слился. Ну, надеюсь, что не поставят, но это будет иначе просто провал. Ну, боже, если бы они сейчас не поставили. Боже, что они делают? Вы видите, что происходит вообще? Один другого блокируют, не могут разобраться, кто будет флаг вести, ставить. Это просто дикий ужас какой-то. Меня тут вообще в бочину шафт понагибал. Так, у меня овер есть. Овер есть и 5 резистов от Громан. Не, ну такое количество резистов. Я вообще к этому не был готов, честно вам скажу. К такому большому количеству резов я не был готов. Вообще никак. Тут чисто вот без овера делать нечего, я бы сказал бы так. Еще и резист такой. О, не резист, а урон такой слабенький, если честно, проходит. Я недоволен. Я недоволен, друзья. Сплэш, правда, хороший. Вот чего-чего, а грому вот сплэш. Сплэш просто бомба. Если сравнивать данный сплэш. Ух ты, нифига себе, еще не такой верх-низе дал. Так, ну этот овер мой. Этот нагибатор может даже и не думать, что я ему его оставлю. Ты можешь овер прожать, не хочешь? Овер прожми. Прожми овер. А, ну ладно, можешь слиться, в принципе. Я тоже буду не против. Так, наши тиммейты привезли второй флаг. Надо его ставить. Надо его ставить, надо его ставить. Ну куда, 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 куда? Помогите тиммейту. Боже, что это такое сегодня у нас вообще происходит? Еще вернули. Я в шоке. Как вы это делаете? Просто как вы это... Да, конечно, дотянешься. Мечтать не вредно. Да давай нарезку уже. Сколько тебе громов надо выдать? Это ужас какой-то. Так, возврат, конечно, можно было и не делать. Можно было флаг здесь оставить. Под нашим контролем чутким. Ну ладно. Марина везет флажочек. Марина везет. Марина, Марина, Марина. Давай вези, вези, Мариночка. Право у нас там два-три танка заходит. Ну да, Марина сейчас... Ну это ужас. Это просто ужас. Это Марина, это что-то с чем-то. Поставь флаг, Марина. Да, Марина просто полезная. От Марины очень много пользы. И как с такими Маринами играть, когда они сбивают тебе прицел? Я тоже не знаю. Ну это невероятные тиммейты. Просто комбо я сегодня какой-то словил на этой катке. У меня уже что-то даже так немножко подгорело. Что как-то не хочется даже в атаку идти. 40 секунд до конца. Ведем по счету. Давайте сыграем от дефа. Давайте вот эти 40 сек сыграем от дефа. Прям вот от четкого дефа сыграем. Чтобы флажочек... Блин, флажочек уходит. Уже от дефа не поиграешь. Пошли в атаку. Быстро, быстро, быстро. Я надеюсь, что я буду первым. Иначе это будет 2-2 и это будет провал. Хантер, хантер, давай с овердравем. Лети, 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 лети. Давай, давай, давай. Овер, 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 овер. Ну ё-моё, ну где твоя реакция, друг? Где твоя реакция, друг? Ужас. Как с такой реакцией можно играть? Ведь он видел, где едет противник. Он мог среагировать. Он мог не допустить доставку данного флага. Но в этой катке гром просто провал. Просто провал. То есть я ничего не скажу. Да, тут первое место. Такое-се, шаткое. Ещё и катку на нищую скатали. Поэтому давайте контроль точек скатаем. И я очень сильно надеюсь, что там не будет столько резистов. Потому что если я сейчас запикаюсь в катку, и там будет столько резов, то у меня будут большие вопросики к тому, зачем вы используете резисты от грома в матчмейкинге. Потому что сейчас... Ну ладно, у меня крит ошибка. Сейчас в матчмейкинге не используется такое большое количество громов. Но я вам серьёзно говорю. Напишите в комментариях, как часто вы видите громов вообще в матчмейкинговых боях. Я вижу их ну крайне редко. Ну крайне редко вообще. По сути использовать даже резист от этой пушки. Вот я сейчас взял рез только из-за того, что я там сплэш урон по себе большой наносил. И там против был гром, который меня бесил. Всё, я бы никогда не взял бы рез от грома сейчас в матчмейкинге. Потому что по сути гром вообще не используется. Так, ладно, давайте. Не будем по-глупому, конечно, переодеваться. Пойдём контролить точки. Пойдём наверх, я думаю. По низам, конечно, можно тут поиграть. Но я думаю, что будет более целесообразно поиграть на верхнем ярусе на этой карте. Дабы чуть больше урона покидать. Сейчас посмотрим вообще, что будет. Сплэш отличный. Вот чему мне стоит радоваться на громе, так это тому, что сплэш реально достойный. Углы реально крутые у данной пушки. Но, блин, вот эта механика, грома. Ну, так испортили, конечно, её. Вот если согласны со мной, поставьте лайк данному видеоролику. Ну, потому что, ну, вот эти углы, это просто ужас какой-то. Углы меня, ну, настолько поражают. Вернее, не углы, а вот эта вот сама механика стрельбы меня так поражает. И вот настолько обидно становится, когда вот ты видишь такой гром с таким медленным полётом снаряда. Какой же раньше он был всё-таки крутой. И как кайфово было играть, вот, например, даже на таком хорно-то громе. А сейчас ты даже стреляешь, у тебя там 4 года летит снаряд, если ты на средней дистанции от противника находишься. И это, ну, расстраивает меня очень сильно. Очень сильно расстраивает. И не хочется брать эту пушку в простых боях, когда ты, например, знаешь, что у тебя есть гаусс. У тебя есть какая-нибудь арта даже та же. У тебя есть жига, которая нагибает дико жёстко, да. То есть, ну, и ты понимаешь, что, ну, использовать такую, такого грома уже не хочется. Ну, никак вообще. То есть, я такой сторонник, что, ну, понятное дело, что я склоняюсь к тем вооружениям, которые более, более жёстко нагибают на данный период времени. Все так, я думаю, что думают. И когда я вижу такого грома, от которого ещё и в катках по 3 реза. По 3 реза от грома. Просто что? Какие 3 реза? Я... Вы видите здесь громов? Я не вижу здесь громов. Для чего от столько резов от грома? Он не нагибает. И вы играете с таким большим количеством резов от данной пушки. Ну, это просто провалище какое-то. Просто провалище. У меня 80 опыта, мы катку сливаем в ноль. Я даже не знаю, куда здесь поехать. Попытаться надо поконтролить верхние зоны. Но у меня даже такое ощущение, что у меня урона не хватает. Как будто урон стал меньше у данной пушки. Возможно, я ошибаюсь. Но вы сами видите, что я последнее время вообще не играю на игре. Вообще, абсолютно никак. Ещё и на минах в минус упал. Я не знаю, что здесь делать. У меня 3,5 минуты. Но это, наверное, самая худшая катка. Вернее, самый худший даже не то, что катка, а 2 катки. То есть, худший видеоролик с моим отыгрышем. И я сейчас просто фейспаумлю. Просто фейспаумлю. От того, что я вижу. От того, что происходит на этой карте. Я в шоке. Ну ладно, давайте соберёмся. Давайте попытаемся камбэкнуть. Хотя бы для нашей команды. Даже не так я хочу заработать много опыта, так как я хочу просто взять и камбэкнуть эту карту. Ну, Гаусс, конечно, превосходит просто по всем параметрам грома. Просто по всем. И даже если от него будет реза, ты можешь в любой момент поражать овердрайв, свестись. И просто вот, просто так великолепно сыграть. Просто великолепно. А что с громом? Я не знаю, друзья. Возможно, сейчас сторонники грома скажут, что я просто не умею играть на громе. Но я вам скажу, что возможно, я просто в голове понимаю то, что есть намного приятнее сейчас пушки, которые намного жёстче нагибают. И чему вот чему чему я могу только радоваться на громе этом, так это сплэш урон. Сплэш урон реально крутой. Реально жёсткий. Ну а так, что касаемо баланса пушки, мне кажется, это сейчас одна из самых печальных пушек, которая находится вообще в балансе в игре. Возможно, даже я и прав. Окажусь на 100%. Возможно, не прав. Но мне так кажется вот серьёзно. 200 опыта у меня. 200 опыта. Ужас. Просто ужас. Просто ужас. Ещё и фпс начинает падать от мега крутых вулканов. Ужас. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что тут делать, друзья. Берём двойной дроп и едем забирать точки. Давайте попробуем запушить вражескую базу. Я не знаю. То есть, ну, попробовать как-то запушить. Но, чтобы мне сейчас не поражали здесь ничего. Иначе будет вообще всё плохо. Сплэш урон. Ну, сплэш урон великолепный. Великолепный сплэш. Это вот единственное, за счёт чего сейчас может ещё нагибать гром. Это за счёт этого сплэша. Возможно, я отвык от грома. Не спорю. Возможно, я просто отвык от данной пушки. И сейчас так жёстко хейчу. И говорю, что мне ничего не получается на ней. Но вы сами всё видите. Я пытаюсь прорашивать какие-то определённые зоны. Где-то мне не хватает урона. Где-то я просто втыкаюсь в какие-то резы. Где-то я не могу найти грамотную позицию для данной пушки. Но имеем то, что имеем. Остаётся 50 секунд до конца. И желательно было бы, наверное, сейчас выиграть. Выиграть, выиграть, выиграть данную катку. Возможно, не так всё плохо с громом. Может быть, я, конечно, и перегнул здесь немножко палочку. Возможно, гром и нормальный. Просто мне немножко не фортануло с катками. С резистами, да. То есть, у противника подстроены под грома. Всё-таки это только второй бой. По двум боям довольно тяжело судить. При том, что очень многое зависит от времени, когда ты всё это дело делаешь. И, может быть, я не на 100% прав. Но, по моему мнению, гром сейчас находится в отвратительном балансе. Просто отвратительном. И у меня даже есть такое ощущение. То, что с этой пушкой в последнее время скрыто что-то перебалансили. Потому что гром, ну, не был таким. И то, что я сейчас набиваю 360 опыта, это целиком и полностью опыт за счёт Харька. Но никак за счёт пушки, которая должна наносить урон, хотя бы сопоставимый с Гауссом примерно. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Я не знаю, что здесь ещё добавить, но я поражён. Я думал, что сегодня, зайдя на Хорната Громе, я буду дико разваливать. Я буду сливать всё подряд. Но что я увидел? Я увидел медленные полёты снарядов, не такой большой урон и просто нереальнейшее большое количество резистов от Грома, который, по сути, сейчас не является доминирующей пушкой в игре в матчмейкинге. Если вам понравился данный видеоролик, то поставьте ему лайк, подпишитесь на канал и напишите вообще своё мнение по поводу Грома. Как вы думаете, является ли вообще данная пушка сейчас в балансе, нагибает ли она, не нагибает? Но, как по мне, она сейчас просто печальна. Просто печальна. Я ожидал от неё намного-таки большего. С вами был мистер Ванька, всем спасибо, ребят, за просмотр. Всем удачи и всем. Пока.